А вот что пишет Энтони Робинс о том, как ему удалось кардинально изменить свою жизнь, стать известным, богатым и счастливым. А три года назад я сел за стол и спроектировал свой идеальный день и свою идеальную окружающую среду. Теперь у меня есть и то, и другое. Я тогда жил в захолустном местечке Марина Дель Рей, штат Калифорния, но я знал, что хочу чего-то большего, что такая жизнь меня не устраивает. Он жил в маленькой квартире, где посуду ему приходилось мыть в ванной, имел 20 килограмм лишнего веса, поэтому я занялся ее планированием. Я спроектировал свой идеальный день, а затем запрограммировал свое сознание на создание для себя такой жизни, которая состояла бы из-за таких идеальных дней. Вот с этого все и началось. Я понял, что хочу проснуться утром и увидеть океан, делать пробежку по его побережью. После утренней пробежки мне было необходимо идеальное место для работы. Я представляла его себе очень просторным, овальной формы на втором или третьем этаже собственного дома. Я хотела иметь лимузин с водителем. Мне хотелось вести дело с четырьмя-пятью партнерами, такими же увлеченными работой, как и я, с которыми я мог бы встречаться и обмениваться идеями. Я мечтал о совершенной женщине, которая бы стала моей женой. У меня совсем не было денег, поэтому я решил, что мне нужно стать финансово независимым. Я ввел эту картину в свое сознание. Все, что я представлял себе тогда, стало реальностью. Мой особняк расположен именно в том месте, которое я себе представлял. Я встретила свою идеальную женщину через полгода после того, как вообразил ее себе и женился на ней спустя полтора года. Я создал для себя такую среду, которая полностью раскрывает мои творческие возможности, постоянно стимулирует мое желание сделать что-то еще из того, что мне по силам. Почему? Да потому что я сам поставил перед собой цель и каждый день посылал в свое сознание ясные, четкие и прямые указания принимать воображаемое за реальность. Получив ясную и точную цель, мое подсознание само направляло мои мысли и действия на получение того результата, который был мне необходим. Это все работало на меня и точно так же может работать на вас. Насколько богатым и процветающим вы сможете себя вообразить, настолько вы настойчивы и целеустремленны, настолько это и станет вашей реальностью. Сначала все, о чем вы мечтаете, вы должны увидеть в своем сознании, дорогие мои. Каждый день представляете желаемую вами действительность. Настраивайте свое сознание на изобилие и процветание, и оно станет для вас реальностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова